В Старом Осколе на сегодня около 49 тысяч семей с детьми, более трех тысяч из них многодетные. Объявленный в России год семьи, в первую очередь их год. О новых мерах социальной поддержки, инициированных главой округа в рамках проекта «Наша семья» в нашем следующем сюжете. 9999 мальчишек и девчонок воспитываются сегодня в многодетных семьях Старого Оскола. Количество их постоянно растет, и десятитысячный рубеж не за горами. И за каждой судьбой уже из пятизначного числа стоит не только родительское участие, но и кропотливая работа институтов на всех уровнях власти, направленная на поддержку таких семей. Помимо федеральных и региональных льгот, новые меры социальной помощи разработал и муниципалитет. По инициативе главы администрации Староскольского городского округа Андрея Чеснокова уже в этом году начнется их реализация. Мы за то, чтобы каждый ребенок был социально защищен, а каждый родитель чувствовал свою уверенность, потому что семья с детьми – это как раз тот ресурс, самый надежный в развитии государства. Поэтому предусмотрен целый ряд таких мер социальной поддержки. Увеличится не только перечень, но и объем соцподдержки семей с детьми. Это, к примеру, единовременная выплата при рождении или усыновлении двух детей. Приятный сюрприз ждет счастливчиков, родивших тройню. С 1 июля выплата для них составит 300 тысяч рублей. Ежегодная выплата на каждого ребенка многодетным семьям с пятью и более детей на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы с 1 сентября текущего года составит 5 тысяч рублей. Плюс 3 тысячи на такую семью для приобретения школьно-письменных принадлежностей. Еще одно такое новшество – это предоставление сертификата в размере 10 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Также эта мера социальной поддержки уже вступит в силу с 1 июня 2024 года для жителей Староскольского городского округа. То есть ребенок получает сертификат и до его совершеннолетия денежная масса растет. Также предусмотрены возможности при необходимости, если ребенок поступает в первый класс, оформляется в школу, и если семье действительно необходима материальная поддержка, кроме всех остальных, в мере социальной поддержки они могут воспользоваться возможностями этого сертификата. Новые виды единовременных выплат, инициированных в Старом Осколе. При рождении ребенка в студенческой семье в размере 20 тысяч с 1 апреля и при заключении брака и рождении ребенка в браке молодым педагогическим семьям также 20 тысяч рублей с 1 июля. Знаем о том, что в Старом Осколе сейчас реализуются дополнительные меры поддержки для молодых семей. Я, как молодой отец, как студенческая семья наша, считаем, что это очень важно и необходимо в настоящее время. Семья педагогов Мальцевых с воодушевлением узнала известие о новых мерах социальной поддержки семей. Укрепление традиционных ценностей через реальную помощь – лучшая практика. А то, что особой строкой прописаны учительские союзы, их радует вдвойне. На наш взгляд сейчас семья педагогов отличается от обычной семьи тем, что помимо своих детей, вот как у нас это будущий ребенок мы ждем сейчас, есть еще помимо этого и дети, так скажем, классные, школьные наши дети. Вот, наверное, это самое главное отличие. И тут уже можно и количеством похвастаться даже за 25, а то и за 30 иногда заходит. Мы действительно были удивлены, что нам, как молодой семье, решили обратить такое внимание, помочь. Нам очень приятно. Необходимо отметить, что все обозначенные выплаты носят заявительный характер. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте УСЗН и в официальных аккаунтах Управления социальной защиты населения в соцсетях. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.